Леонид Иванович Куриленко в прошлом году отметил 90-летие. Начав с мастера, он прошел в профессии путь до заместителя директора электромеханического завода «Авангард» и сделал много для своего завода и для нашего города. Сегодня Леонид Куриленко работает в политехникуме и обучает молодежь рабочим профессиям. А еще он автор около 20 книг, в том числе исследований российской истории и судеб русского казачества. Инициативу награждения Леонида Ивановича почетной грамоты города депутат обсудили на очередном заседании Думского комитета. Продолжает передавать молодежи свои знания, свой опыт, свое отношение к жизни. И в нашем движении он занимается патриотическим воспитанием молодежи. И отдает этому, этой деятельности, очень много времени, сил и своих талантов. Мы, ветераны, преклоняемся перед этим человеком, перед его личностью и предлагаем администрации города Сарова наградить его грамотой, почетной грамотой города Сарова. Городской совет ветеранов также выдвинул кандидата на награждение. Почетную грамоту города предлагают вручить Константину Быкову. Более 20 лет он возглавляет Саровское отделение Российского союза ветеранов Афганистана. При его активном участии в Сарове установили памятник погибшим воинам-интернационалистам. Большое внимание Константин Петрович уделяет общественной работе. В период пандемии, как председатель, активное участие оказывал ветеранам его организации, да и другим ветеранам по доставке гуманитарной помощи, лекарственных препаратов лицам, которые самостоятельно не могли либо сходить в магазин, либо приобрести лекарства и так далее. Является инициатором оказания помощи военнослужащим нашей дивизии, которые находятся в зоне специальной военной операции. Инициативу о награждении Леонида Куриленко и Константина Быкова почетными грамотами депутаты единогласно поддержали и отправили этот вопрос на заседание Думы. Кроме того, на комитете народные избранники продолжили обсуждать формирование общественной палаты Сарова, своего рода орган общественного контроля. В ней будет 15 человек, пятерых выдвигает глава города, пятерых – городская дума. Их имена уже известны, список вынесли для утверждения на думскую сессию. Сформированная десятка палаты будет выдвигать самостоятельно еще пятерых участников. Станин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.